последняя пижамная вечеринка дениса сейчас обед у нас и мы будем готовить вот такое вкуснейшее блюдо которое называется сумма о сожа и женжамбре реализе да ты чтобы такой сидит блин последний попал может не надо ну да завтра же мы идем дениса записывать школу у нас завтра на 10-30 рандеву с директором ну не в школах улешь здесь называется так мы готовим с вами сумму осожай женжамбра то есть это красная рыбка до соей и женжамбра это у нас как сои и имбирем ну и соответственно с такими другими разными ингредиентами а ингредиенты у нас следующие ингредиенты какая-то приправа какие-то зернышки почитаем потом так рыбка красная лежала вот на такой вот холодной штучки подложки заморозки картофан который у нас будет в духовке делаться вот собственно имбирь чесночок куда же меньше вот такая вот шняга чуть такое сейчас скажем морковь соевый соус так а что это за хренька сейчас скажу вам короче какой-то пана из что за пана из может хрен какой знаете что это оказалось не картошка а это вообще грена и называется грена и помнятых долг он всех восьм изабелла странно какая-то картошка греной изабелла в германии в общем нам нужно будет с вами порезать это помыть и порезать можно не чистить то что она молодая порезать на 4 части а потом на 6 но то есть такими кусочками до дальше вот это тоже самое нужно нам почистить вот это и вот это и по одному сантиметру кубиками нарезать так здесь нужно вот видите я нарезал все эти штучки морковь вот это вот картошка какая-то которая не картошка или которая картошка ну какая-то другая значит вот это вот корнеплод этот господи что меня не держится в голове то короче картошка у нас называется грена и грена и какой-то а эта штука пана из корнеплод этот и морковь все положили поперчить посолить и полить оливковым маслом духовку предварительно я поставила на 225 градусов она разогревается в общем поставила в духовку написано было что нужно еще чесночком типа посыпать это хитрые мы это будем делать когда будет полу готовность даже вот практически полностью готова будет то посыпем в конце в самом теперь мы готовим соус сюда нальем соевый потрем сюда имбиря добавим чесночка немножечко сахара написано темного сахара нужно и и и похоже все далее когда 15 минут пройдет готовки вот этого вот то что в духовке нужно будет раздвинуть немножко посередине и положить туда рыбку она у нас будет сегодня запекаться но не переусердствуйте немножечко потрите вот этого в соус потому что иначе ваш гипер энергетичный ребенок будет еще энергетичнее то есть он будет бегать по стенам соуса конечно щедро ничего не сказать то есть в обратном смысле можно было бы и побольше ну ладно ну в принципе он такой очень яркий поэтому наверное будет достаточно вот собственно и вся готовка нужно только ждать когда приготовится эта картошка дальше у нас такие вот есть жареный сезам вот такие вот гранулки и затем когда будет готова вот эти наши овощи будут полу готовы так скажем даже еще до полу готовы это нам положим туда рыбку и когда все полностью будет готово нужно вытащить из духовки и потом уже написано что нужно охладить это все зачем-то написано так и потом уже на эту самую на этот противень насыпать салат и все это смешать зачем непонятно в общем я так делать не буду я все-таки оставлю салат салатом вот эти овощи овощами и просто на листья салата положу вот эти горячие овощи и рыбку и посыплю все сверху жареным сезамом а пардон я пропустил один этап нам нужно замариновать эти кусочки рыбы в соусе вот в этом всю еду мариновать и еще осознаюсь сахар я не стала добавлять в этот соус потому что он совершенно там ни к чему вот правда еще написано зачем-то не пойму зачем ну блин я тут на каждом шагу модифицирую рецепт когда вы помещаете в маринад кусочки рыбы да написано что нужно ну полить маринадом положить маринад и поперчить пардон то есть там находится имбирь там находится чеснок и зачем-то еще нужно перчить перчить я не буду написано еще консей то то есть предлагается еще вы можете посолить рыбу но немножко потому что соевый соус уже соленый зачем тогда солить что за блин кто составляет эти рецепты очень странно так значит вот ну а там как хотите так и делайте можете солить я не буду царить кстати говоря вот я балда я же не показала в ингредиентах что там еще есть салат потому что я его вчера доставала мы вечером за низом делали себе гамбургер не гамбургеры такие знаете хлебушки сосисками и туда посыпала я салат оттуда увидела поняла что его там много и взяла так что в ингредиентах у нас еще был салат оказывается вот он остался хватит нормально и так я положила сюда рыбку посередине полила чуть-чуть ее сверху еще соусом в общем уже скоро я думаю минут 15 наверное будет готовиться и так вот у нас получилось вкусняшечка вкусняшка кладем сюда салатик и сейчас будем сверху украшать смотрите вот как они предлагают и вот как получилось у меня очень вкусно прелесть денис иди за стол и моя тарелочка если больше насыпала если хочешь я тебе потом отложу а я забыл посыпать себе сезон это вот не люблю они по не очень вкусно это не жинжамбур это корнеплод тоже наподобие картошки вот он написан как называется по майне по найду по на 5 всем ну что ж пробуем вот это прекрасное блюдо довольно таки много тут начнем с овощей кстати берез салатиком вместе получи такая интересная картошка какая-то сладковатая такая интересно и вот этот вот овощ по най который сочетание с жареным сезоном очень вкусно а рыбка рыбка это что-то не ешь только одну рыбу денис рыба правда слушайте очень вкусно да ну и очень хорошо вот так вот то что ты берешь вот эти вот овощи приготовленные в духовке вместе с с листиками салатов просто за обе щеки рыбка правда душевная вот такая немножко даже со стрингой потому что там же у нас имбирь очень вкусно просто песня и морковки какие вкусные а ты бери все вместе вот овощи и ты увидишь как это вкусно не хочу я поймаю она и не хочет итак это было съеденное нами блюдо от hello fresh очень вкусное мы наелись довольны денис познакомился с новым овощем он правда ему не понравился все равно пару кусочков съел и еще он съел салата хотя это был шпинат так что все пользу есть итак кто хочет hello fresh который у нас в европе действует везде кто хочет hello fresh бесплатную корзинку либо скидку 60 процентов 60 или 80 нет здесь 60 это на китоке 80 60 процентов то есть по 20 евро на каждую корзинку пишите мне на мейл который укажен указан в описании либо проходите по ссылке которая указана в описании спасибо всем за просмотр и хорошего вам дня а мы собираемся ну еще не скоро через полтора часа мы поедем на теннис и там я сделаю лайф всем пока посмотрите на этих двух кукуашки что делаете тут скоро будет так у камина греться да хитрые ну вообще домик в деревне называется